Хотя существующие данные подтверждают благотворное влияние зеленого чая на здоровье суставов и мышц, существуют потенциальные побочные эффекты, связанные с потреблением зеленого чая. Поскольку эпикалокотехин-3-галат, полифенолок зеленого чая, может связываться с железом, чрезмерное употребление зеленого чая может привести к железодефицитной анемии. Кофеин в зеленом чае может мешать действию некоторых лекарств. Наиболее серьезными последствиями для центральной нервной системы, связанными с кофеином, являются судороги и делирии, за которыми следуют сердечно-сосудистые побочные эффекты, такие как тахикардия и сердечная аритмия. Кофеин зеленого чая также подавляет метаболизм клозапина, антипсихотического препарата, что приводит к токсичности клозапина. Витамин К в зеленом чае подавляет действие варфарина, антикоагулянта. Слишком много полифенолов зеленого чая может вызвать гипокалиемию, приводящую к мышечной слабости. Чрезмерное употребление кофеина в зеленом чае может нарушать функцию щитовидной железы. Кофеин в зеленом чае является стимулятором нервной системы. Потребление более 300 мг кофеина в день может снизить качество сна и вызвать бессонницу, раздражительность, депрессию, гнев и беспокойство. Слишком много зеленого чая может вызвать изжогу, который является типичным симптомом гастроэзофигиальной рефлюксной болезни. Мочеводный эффект кофеина влияет на функцию мочевого пузыря, уличивает активацию нейронов центра мочеиспускания. Наконец зеленый чай может окрашивать зубы.